«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Имя географическое. Дорогие товарищи, в нашем проекте «Имя географическое» мы говорим всему миру, это наше. Ясно, Владимир Александрович? Вот. И нашего много. И пусть они там не забывают, потому что мы помним и об этом говорим. Николай Николаевич Миклуха-Маклая, руководитель Центра изучения Южно-Техоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Институт Востоковедения Российской Академии. Ну, конечно же, основатель и директор фонда имени Миклуха-Маклая с нами. Сегодня, Николай Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Очень рад вас слышать. Взаимно, совершенно взаимно, да-да-да. Ну, и мы сегодня вспомним о русских экспедициях трех столетий. Да, и, конечно, про берег Маклая. Правильно, Николай Николаевич? Да, сегодня я хотел рассказать как раз о береге Маклая, легендарном береге, который до сих пор связывает Россию и Папу Новую Гвинею очень хорошей дружбой, теплой дружбой. И об этом топониме, который, конечно, претерпевал в ходе, действительно, последних полутора столетий иногда и ту ситуацию, когда пропадал с карт. И, в конце концов, в настоящее время, несмотря на то, что его нету сейчас на карте северо-восток острова Новая Гвинея, коренные жители, так же, как и мы, россияне, помним, что именно там есть берег Маклая, и называем его именно берегом Маклая. Да. Николай Николаевич, ну, напомним нашим слушателям, когда вот первая экспедиция туда отправилась? Да, северо-восток острова Новая Гвинея, конечно, стал нам хорошо известен благодаря экспедиции Николая Николаевича Маклая, которая в 1870 году отправилась к берегам Новой Гвинеи. Николай Николаевич был тогда молодым исследователем, ему буквально должно было исполниться 24 года, но у него уже был экспедиционный опыт, и он заручился поддержкой как русского географического общества, так и ряда меценатов, которые позволили и дали возможность действительно молодому ученому добраться на корвете Витязь и сделать научные исследования, которые его в первую очередь волновали, связанные с населением, которое там находилось, по той причине, что в то время, вот вы знаете, папуасам, которые населяли северо-восток острова Новая Гвинея, да и вообще остров Новая Гвинея, бушменам, другим вообще, отличающимся от европейцам народом, некоторые видные так называемые зарубежные антропологи отводили роль промежуточного звена, так называемого промежуточного звена между европейцами и их животными предками. То есть фактически мы на тот момент сталкивались с квазинаучной спекуляцией, которая позволяла на тот момент, к сожалению, использовать эти земли в некоторых случаях для того, чтобы их, как вы сами хорошо знаете, захватывать, колонизировать. Николай Николаевич, а вот смотрите, так сказать, вот если рассмотреть эту проблему курицы и яйца, то под аппетиты, скажем так, колонизаторов была создана вот эта научная база, российская, да, получается, или сначала родилась вот этот научный расизм, под который тут же подсуетились колонизаторы с их желанием вот этих полулюдей, соответственно, общипать, как говорится, как липку? Были и российские теории, Нот и Глиден говорили еще в середине 19 века о том, что только белая раса является самой красивой, великолепной и умной, и все остальные являются второстепенными. И это были действительно российские теории. Но при этом мы должны понимать, что в то время, когда люди жили, они считали, действительно считали, что темные не могут быть такими, как белыми. Это и есть то заблуждение. Оно на этом заблуждении как раз уже в основном и делались вот те нехорошие дела по поводу колонизации и подавления культур народов, которые населяли острова Тихого океана. Поэтому здесь все смешано. Нельзя сказать о том, что именно под это создавалось. Скорее всего, это была та эпоха с заблуждениями и, к сожалению, с недостаточными научными знаниями. Почему Миклуха Макуа, как гуманист, он стал хорошо известен и признан во всем мире? Потому что фактически он опроверг же российские теории. И опроверг он их на практике. Вы не поверите, но вот прямо он полной чушью называл то, что, оказывается, папуасы не могли считаться полноценными по той причине, что у них был пучкообразный рост волос. При этом пучкообразный рост волос те, кто описывали, никогда не видели, потому что до папуасов они не добирались. И при этом для того, чтобы оправдать то, что они не смогли отправиться в экспедицию и с ними увидеться, они говорили о их кровожадности. Ну, когда в чужой дом приходишь с оружием, то, разумеется, получаешь, наверное, не очень доброжелательный прием. Николай Николаевич, а что имеется в виду под пучкообразным ростом волос? Это вот что это такое? Вы знаете, я до сих пор не могу вам точно сказать, но Миклуха могла точно проверить. Пучками растут волосы, вы не поверите. То есть не как ровным слоем, а пучками. Говорили они также о том, что пальцы на ногах у них отходят, большой палец достаточно серьезно, специально, чтобы лучше лазать по деревьям. Ну, извините, вот я был в Папуново-Гвинеи, когда действительно палец отходит немножко больше, для того, чтобы, когда они охотились, они просто ногой хватали стрелу и подавали ее сами себе, для того, чтобы, не нагибаясь, как европейцы, не тратили энергию, для того, чтобы сразу же ее использовать во время охоты. Прекрасные, прекрасные, гибкие люди, правильно? Рациональные, с точки зрения телодвижений. Абсолютно с вами согласен. Поэтому здесь действительно очень интересный момент, потому что Миклух Маклай отправлялся как на верную гибель. Ведь все абсолютно точно знали, что он не выживет, и он даже был уверен в этом, по той причине, что слишком много было информации о том, что там действительно кровожадные племена живут. И одна из его просьб была к великому князю Константину. Это председатель Русского географического общества. В то время он подошел к Николаю Николаевичу в его каютах на корвет Витязь перед отплытием в Кронштадте и спросил, какая ваша просьба, чем я могу быть полезен. Он сказал, моя самая главная просьба в том, чтобы те дневники и записи, которые я смогу сделать, чтобы через год забрал русский корабль, для того, чтобы они могли послужить человечеству. То есть, на тот момент действительно опасались попуасов. То, что Миклуха Маклай выжил, и после первой экспедиции это стало, конечно же, полным фурором и событием мировым. Николай Николаевич, а вот каким образом-то, в принципе, ну, смотрите, ваш предок, да, знаменитый, ну, что же, такой же белый человек, хотя в Америке до сих пор, вот мы говорим, там была такая эпоха, нет ощущения, что, честно говоря, Запад и англосаксонский Запад полностью избавился от этих российских утверждений, да. Ну, например, там два года уже прошло, по-моему, два года, как, например, русскую общину в Америке признали частью цветной общины. Вот, хотя вроде такие же белые, если уж мы про цвета говорим, да, как сами американцы там или англичане, но нет, не такие, значит, все-таки, да. Вот приплывает ваш предок, да, Никлуха Маклай, ну, лицо-то у него такое же, как у тех самых ребят, которые туда пытались с ружьями, там, с пушками, со злыми намерениями приплыть. Каким бы ты добрым гуманистом не был бы внутри, но внешне ты похож полностью на тех, которые их мучили, там, и, так сказать, вот, насилие насаждали, приплывшие на таких же кораблях, они, я не думаю, что там во флагах сильно разбираются, да, условно говоря. Как ему удалось-то действительно вот не стать такой случайной жертвой вот в этой ситуации? Ну, Северо-Восток отличался еще более серьезной ситуацией. В эти места не заходили корабли, не останавливались, и поэтому, когда Никлуха Маклай высадился, он для папуасов был действительно очень страшным, каким-то непонятным, непонятно даже человеком или нет, потому что они же его называли человеком с луны через некоторое время за белый цвет кожи, потому что посчитали, что он спустился с луны. Они никогда не видели белокожего человека. Жили они в тот момент фактически с использованием только каменных оружий. Он первый познакомил их с металлическими топорами. Кстати говоря, русское слово «топор» на берегу Маклая у папуасов используется, поэтому мы точно можем его не учить, если отправимся туда. А вообще именно умение, терпение и уважение, понимание той цели, с которой он приехал, позволило ему подружиться. Он в этом плане пример. И один из этих примеров знакомства – это, конечно, легендарная встреча, когда он отправился в деревню, уже некоторое время освоившись, и на него направили стрелы. Перед тем, как он отправился в деревню, он, конечно, размышлял, взяли ли ему оружие. Оружие ему дали, но он его не использовал. Он спрятал его, у него была винтовка для охоты, у него был револьвер, но он не взял его, отложил, задав себе самый главный вопрос. Ну хорошо, если я уложу кого-то из темнокожих и папуасов, что произойдет? Да, я повергну их в страх, и они не будут, может быть, нападать на меня. Но пройдет какое-то время, и наверняка они расправятся со мной. Я вспоминаю то, ради чего я приехал, понимая то, что мне нужно войти в контакт и узнать как можно больше об этих людях. И когда он пришел на поляну, где его окружили папуасы, направив на него стрелы, у него не было оружия. Ему пришлось искать тот выход, который он нашел прямо там, на месте. Он увидел циновку, подошел к ней, разлегся, снял обувь, расстелил ее и заснул. И папуасы были в шоке. Во-первых, они поняли, что он не боится их. Во-вторых, если он их не боится и лег спать прямо посреди, можно сказать, войны, которую они хотели устроить, значит, он какой-то могущественный. Ну и немаловажно то, что когда он действительно лег, они смогли его разглядеть. Ведь они впервые видели одежду. Они впервые видели белого человека. Он снял когда обувь, они впервые видели обувь. Это позволило ему войти в контакт. Вот сейчас мы можем говорить о том, что это какая-то, может быть, домашняя заготовка, или же, может быть, он предполагал. Нет. Он просто знал изначально свою цель. Вот когда ты знаешь цель не подавления культур, не навязывания своих стереотипов, не заставить и принудить кого-то делать то, что ты хочешь, а действительно войти с ними в добрый контакт, ты начинаешь искать другое решение. И вот Микруха Макай, он, конечно, пример той дипломатии, когда можно найти язык в той ситуации, когда практически другие считают, что это невозможно. И вот он смог с ними найти контакт. Кстати говоря, благодаря именно тому, что в течение двух с половиной лет он проживал с ними, у него было три экспедиции, это суммарно два с половиной года, на северо-востоке острова Новой Гвинеи, он наладил с ними действительно настолько дружественный контакт и потом в последующем защищал берег Маклая, а он протяженностью 300 километров, это непростой какой-то небольшой берег. И благодаря этому в последующем, когда появились уже колонизаторы, это и германцы, соответственно, а в первую очередь получилось таким образом, что они... они...